Уважаемые коллеги, одно время меня удивило такое студенческое выражение, что ли. Когда мы были студентами, ну как говорили, ты сессию сдал? Сдал. Сдаешь сессию? Сдаю. То есть мы сдавали сессию. Нынешние студенты, даже несколько лет назад, почему-то так всегда говорили, ты закрыл сессию? Сейчас говорят, да, закрываю сессию, закрыл сессию. Долго думал, а почему? Просто однажды случайно по телевизору услышал, ну какой-то экономический обзор, и там была такая фраза, как обычно. Сегодня торговая сессия закрылась в минусе. То есть сессия торговая и сессия студенческая, они стали как бы синонимы. И вот теперь, значит, студенты закрывают сессию, а не сдают экзамены. Закрывают. Грязная и невидимая рука рынка протянулась и к нам в образование. Уважаемые коллеги, довольно давно я читал такую статью, что ли, по педагогике, но там был такой рассказ. В Соединенных Штатах, там, не помню, где, в каком городе и прочее, ну, там, согласие родителей, такой урок истории провели, что ли, для школьников под темой Второй мировой войны. То есть школьников, да целый день, когда они были в школе, ну, сымитировали, что они находятся в концлагере фашистском. Ну, там полосатые, может, робы не надевали там, не били их там, не расстреливали. Но на них там орали, строили, гоняли там по двору. За этот день не съели только вот лагерную пайку и не больше ничего, не больше не давали. Ну, то есть, вот, почувствуйте себя, каково было людям, которые подали в фашистский концлагеря там и так далее. Ну, давно читал, ну, в принципе, интересно, можно где-то примирить, методики. Вот, а недавно, буквально, тоже прочитал статью, ну, уже современный какой-то автор, по Европе пишет. И вот в Бельгии, говорит, про Бельгию, ну, немножко там бельгиецы что-то воевали, там, 15 минут с вашей старины. Вот датчане умнее поступили, а не просто сдались. Парламент принял решение, не оказывается сопротивление, бельгиецы маленько постреляли. И вот тоже школьников водят на прогулку, как бы, на шею каждому вешают табличку. Вот, там, рядовой Ван Дамм, сержант Анакин и так далее. И вот они идут к маршруту, где шла какая-то бельгийская армия. И вот один падает, вот здесь тебя убили, второй, здесь тебя убили, да, вот здесь этого убили. И там они, вот, доходят к какой-то деревне, их остаются там трое, все остальные лежат убитыми. Вот, говорит, вот как надо пропагандировать историю, рассказывать о подвигах предков и так далее. Они как у нас, ну, в безмертные полки пошли, с партнерами своих дедов, всякие пропаганды у нас, парады победы. Вот так надо воспитывать детей. Придурок. Мы победители, а они жертвы Второй мировой войны. И наши победители будут идти так со своими потомками, как Ванге приписывает, мертвые встанут рядом с живыми. Вот они встали уже два года. Это народная инициатива, она перевернула ситуацию в стране совершенно социальную, как и взятие Крыма, впрочем. Да, да еще и Сирия, плюс, добавилось. Мы снова распрямились. Мы вспомнили, кто мы такие. Родство свое, Россия, наши предки. И, кстати, уже опасность могут все испортить. Уже Поклонская в Крыму, прокурор, вышла с иконой Николая Второго. В Казани мне звонят. Знаете, пойдет впереди президент, потом бессмертный полк, а за президента пойдете вы в национальных костюмах, председателем ордовских диаспор всяких там, удмуртских и прочих. Я не пошел. Нельзя из этого делать маскарад. Но надо кому-то сказать, большому начальству, испортите все. Это одна из немногих народных инициатив, бессмертный полк. Мы победители, они с нами. Мы сами знаем, где идти, в каком костюме с моим дедом или прадедом. Не надо устраивать маскарад. А бельгиецы, американцы, пускай там играют в жертвы, потому что они были жертвами. А мы их спасли, мы победители. Истинно говорю вам, коллеги, этот компьютер доведет нас до Цугундера. Получаю недавно почтовое извещение. Причем сейчас так пишут, на компьютере печатается. Новиков Сергей, без отчества. Ну и мой адрес. Из Финляндии. У меня сын часто выписывает такие гаджеты компьютерные. Из Финляндии приходит, из Латвии. А сейчас он живет в Зеленодольске. Но я подумал, что он что-то заказал. А чтобы мне быстрее получить в Казани, он на мое имя просто и выписал. Правда, я позвонил ему, говорю, что-нибудь заказывал. Говорит, нет, вроде ничего. Ну, адрес мой, моя фамилия. Иду на почту. Получаю, все мне выдают. Ну, я пощупал, действительно, какой-то компьютерный гаджет с проводами. Вышел на улицу, все-таки сомневаюсь. Он не заказывал, я тоже. Повернул, там мелким шрифтом написано уже, очень мелким шрифтом. Ну, адрес, да. И там действительно. Но уже улица Гаврилова, квартира тоже 47, и Новиков Сергей Юрьевич. Ну, другой человек, однофамилиец. Новиков вообще очень такая, многая фамилия, седьмая по степени встречаемость. Ну, смотрите, компьютер, который обрабатывал эти посылки, у него в базе данных, естественно, все жильцы нашего района там находятся. И он берет три точки. Новиков, Новиков, Сергей, Сергей. Квартира 47, 47. Все, значит, этот. Но Сергей Владимирович выйдет раньше, чем Сергей Юрьевич. И на мое имя, значит, выписали. Мог бы и получить. Я вернулся на почту, говорю, девушка, вы ошиблись. Это не тот Новиков. Доведет нас компьютер до Сугундера. Уважаемые коллеги, у меня вот в Перми друг живет. Ну, мы с ним когда-то вместе учились в КАИ, потом я служил в ракетных войсках на Кавказе. Он тоже в Перми потом работал. Ну, его тоже призвали в армию. Ну, и потом закрепился. 13 лет он прослужил в космодроме Байконур. Вот. И вот, когда я еще был до гражданки, я из армии писал ему письма, переписывались. Ну, и там вот я всякие сообщал, какие события жизни, как служба идет, там прочие-прочие вещи. Ну, 30 лет прошло. Оказывается, он мои письма сохранил. А сейчас он очень увлечен интернетом, вообще большой мастер в всех компьютерных технологиях. Он их отсканировал и прислал мне. И вот я сейчас перечитываю, волосы дыбом встают, и Лысина тоже. Там 90% событий, о которых я писал, жаловался на командиров, там на солдат, армейский бардак, прочее-прочее. Я 90% просто не помню, что это происходило. Ну, какие-то 5%, да, вспоминаю, там, да, было такое, прочее-прочее. Это у меня сразу вспомнилось, знаете, вот армяно-французская певица Шер, она так сказала однажды, да. Если какое-то событие или явление через 5 лет не будет иметь для вас никакого значения, значит, оно и сейчас уже не имеет никакого значения. Вот тогда мне это казалось, ну, все, это смысл жизни, все эти неприятности, армейские там тяготы и прочее. Да, по-моему, 30 лет-то не нужно. Потом прошло, все это исчезло, забылось. То есть, значит, и тогда не имело значения. Ну, вот этот, возьмите на вооружение этот тезис. Если что-то через 5 лет для вас не будет иметь значения, значит, оно и сейчас уже не имеет значения. Продолжим разговор о Казанских улицах. Одна из центральных у нас улица Дзержинского, Великса Эдмундовича. Ну, все его знают, наверное, как чекиста, основателя чрезвычайной комиссии, основателя наших спецслужб. Ну, не только этим занимался, да. Он управлял железнодорожным транспортом. Вот та знаменитая проблема подростков, извините, беспризорников подростков после гражданской войны. Там ведь не только колонии Макаренко, гениальный педагог. Другие колонии. НКВД этим занималась. Собирала их, воспитывала, обогревала. Ну, все очень-очень многое, что у него за ним числятся. Ну, как-то помнится, действительно, он как чекист. Кстати, он так сказал, да, что у чекиста должна быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки. То есть, это вот девиз, который сейчас наши спецслужбы исповедуют. Символически, да, что на улице Держинска, может, потому он и называется, что там на статье Министерства внутренних дел, ФСБ, чекисты, милиционеры. То есть, вот Ферликс Эдмундович Держинский, революционер, основатель наших спецслужб. Что-то интересно, наш первый символ перестройки, да, когда в Москве снесли памятник Держинского на Лубянке. Он сейчас пока лежит, иногда поднимает вопрос, а не вернуть ли его. Может, не такой уж плохой деятель был. Ну, пока вот все такое. Значит, надо все уничтожать. Красную площадь превращает не в площадь, парада Победа в Таргашевскую площадь. Загораживать мавзолей на параде. Ну, и Держинского как-то убирать из памяти народной. Не упирается улица Держинского. Что забавно, да? Ну, это уже, скорее всего, шутка. Ему просто приписывают такую фразу, что то, что вы еще не сидите, это не ваша заслуга, это наша недоработка. Заметьте, во всех милицейских кабинетах, можете зайти, или когда вас приведут в милицию, в полицию, там обязательно висит портрет Держинского, и распечатанные компьютеры, такие лозунги, да? Вот именно то, что вы не сидите, это еще не ваша заслуга, это наша недоработка. А вторая фраза такая. Милиция занимается охраной общественного порядка. Беспорядки милицию не интересуют. Шутники. Это очень юмористичные люди в милиции, в полиции, а иначе нам просто не выжить. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин